Хочу остановиться подробнее на технике обрезания персика, где и самое главное как надо резать. Если для большинства плодовых культур это абсолютно не критично, видели как в промышленных садах работает контурный обрезчик на тракторе. Как говорится только гай шумит и щепки летят. Это только деятели ютуба, а эту веточку вот под таким углом оставим, а тут так обрежем. Ну, с перфекционистов что возьмешь, а вообще-то в условиях глобального потепления необходимо отказаться в связи с гибелью возможных деревьев от обрезки обрастающей древесины. Оставив санитарную, омолаживающую и осветляющую. И то не каждый год, но об этом в другой раз. А вот с персиком это не проходит, как и с виноградом. Тут тщательная работа нужна. Древесина персика кардинально отличается от других пород. Она мягкая, как вата, трубчатая. Можно, конечно, острым ножом резать, но это все не то. А при срезе секатором сминается, плохо зарастает, становится калиткой или воротами для проникновения инфекции. А потом чернеет и засыхает. Смотрите, пенечек уже засох. Поэтому, вернее потому, срез надо делать немножко выше необходимого места. Если это почка при укорачивании, где-то надо брать около двух-трех сантиметров. А для скелетных ветвей и особенно разветвлений около них работа должна быть хирургической. Ну, на дереве просто нет у меня. Покажу на бумаге. Вот тут я шкодливой рукой изобразил. Делаем срез повыше, вот как здесь показано. Не так, как вот на рисунке А, а вот повыше он делается. И не так, как вот на яблонях, на грушах. На пене режем. При низком срезе, вы знаете, процесс поражения перейдет на рядом отходящую скелетную веточку. И все это приведет к печальным последствиям вплоть до гибели преждевременной дерева. А персик, как известно, и так не отличается долголетием. А вот шип или, допустим, вот пенек здесь, шип это поменьше. Оставленный с запасом, он постепенно засохнет, образуя под пяткой пробку, которая препятствует отмиранию оставленных веток и ветвей. А затем, через год, во время обрезки, а не устаю я напоминать, что обрезка только поздняя, вот эти все шипики и пеньки, они срежутся, уберутся. Хочу пожелать вам всего хорошего. Смотрите полезные видео. Смотрите продолжение в следующей серии.